Учения в школе для глухих пожарные проводят без шума и в постоянном сопровождении сурдопереводчика. Чтобы объяснять ребятам правила, нужно говорить на языке жестов. Обычные методы эвакуации, которые используются по раздражделениям пожарной охраны, здесь неприемлемы. Это касается даже до того, чтобы, как в обычных школах звучит, три коротких звонка и начинается эвакуация, здесь неприемлемы. Большая нагрузка ложится на преподавателей и воспитателей, которые ведут в данный момент, например, уроки. Спасатели не только тушат настоящий маленький пожар, но и разрешают помочь в этом школьникам. Самые смелые на пару со специалистами поливают горящий компьютер из пожарного рукава. Позже перемещаются в школьный двор. Там с окна второго этажа надо спасать Деда Мороза. Кабинет, в котором он оказался заперт, задымлен и выбраться можно только через окно. О правилах эвакуации из школы ученикам рассказывают на специальных уроках. Однако на практике дети лучше всё понимают, говорят педагоги. Наблюдая, школьники погружаются в атмосферу и стараются запомнить всю последовательность. Им эти учения интересны. Всё, что связано с практикой, им это интересно. И на уроках они проявляют интерес ко всем чрезвычайным ситуациям. Когда по телевизору они их видят, тоже проявляют интерес. По статистике, за прошлый год в Харьковской области было пять пожаров в учебных заведениях. Но полученные на учениях знания пригодятся при любом другом возгорании. Как действовать при пожаре и по приезду спасателей, можно увидеть на специальных мастер-классах. А вот самостоятельно вызвать специалистов глухому человеку в нашей стране пока невозможно. Единственное, что он может сделать, это показать кому-то происходящее.